Всем привет, котики-кошечки! Сегодня я вам расскажу про все свои самые-самые любимые и самые-самые полезные лапки для бытовой швейной машинки. Сразу предупреждаю, что в моем сегодняшнем видео будут лапки, которые завинчиваются на болтик, и будут также лапки, которые крепятся на специальное защелкивающее крепление. В общем, будут и такие, и такие, и я про каждую лапку отдельно расскажу. Моя первая, самая-самая-самая большая на связи любовь, это шагающая лапка. Она стоит чуть-чуть дороже, чем многие другие лапки для швейных машин, но, поверьте, ее вклад просто неоценим. В чем суть? Она имитирует двойное продвижение. В промышленных швейных машинах есть такая функция двойное продвижение, то есть двигается не только нижняя платформа, но двигается еще и верхняя платформа, то есть лапка тоже двигается. А что так можно было, что ли? Эта лапка одевается на то же место, на которое одеваются все остальные ваши лапки. Вот эта штучка, богу, привинчивается болтиком, и вот эта цепляется за место крепления иголок. С каждым подъемом и спуском иголки двигается и вот эта вот лапка, то есть вот этот вот транспортер, он каждый раз ходит. В общем, она очень полезна, если вы хотите шить кожу, если вы хотите шить трикотаж, что-то тянущееся, что-то сложно прошиваемое обычной швейной машинкой, если вы понимаете, что у вас что-то зажевывается или, наоборот, сильно растягивается, вам, скорее всего, нужно попробовать вот это замечательное устройство. Просто самая лучшая лапка, наверное, которую я пробовала. Ей я могу просто со всей уверенностью дать первое место среди всех моих лапок для швейных машин. Моя вторая самая любимая лапка. Эта лапка-половинка, у нее есть только одна половина, в данном случае левая. Вот, она очень помогает в тех моментах, когда вы что-то окантовываете, строчите в край или пришиваете какую-то молнию, и вдоль нее вам нужно прострочить ровную строчку. Особенно, если это какой-то толстый, тяжелый материал, либо какая-то многослойная вещь, какое-то изделие. Вот, мне она очень привлеждалась конкретно, когда я молнии в сумке пришивала. Вот, это была очень просто нужная, неизменимая вещь. Ее я нашла в старом советском наборе лапок от старой советской швейной машины. Вот, тем менее, это крепление универсальное, которое закручивается на болтик, оно подошло к моей швейной машине, вот этой, к шанову. И я ей с удовольствием пользуюсь. Это было для меня большое открытие. Так что, если у вас, у ваших мам и бабушек есть швейные машины, которыми они не пользуются, вы можете тоже порыться в их запасах, и, возможно, вы найдете какие-то очень полезные для себя лапки. Следующая, третья лапка, которая мне тоже очень часто пригождается, это лапка для изготовления петель. К ней, по логике вещей, прилагается программа на швейной машине, включив которую вы делаете петли. Но, как бы, при определенном навыке и при определенном понимании логики, как это происходит, в принципе, можно сделать петельку и без программы, просто используя лапку. Лапка позволяет сделать петельку просто ровной, чтобы у вас не уводила никуда иголка, чтобы у вас не уводила никуда ткань. И на ней есть специальные пометки, которые помогают вам рассчитать длину вашей петельки. Этим лапкам, которые между собой очень похожи, именно поэтому я их показываю вместе, это лапки для того, чтобы ровно стращить в край и для того, чтобы вшивать потайную молнию. Они отличаются только вот этим маленьким пластиковым порогом, так что я вам рекомендую не покупать две, вам хватит одной. Ее принцип в чем? Здесь регулируется положение, ткань упирается в этот вот порог, и она дальше не идет. То есть это позволяет вам ровно отстрочить край, не сделать каких-то виляющих строчек, потому что всем иллюзия, даже самые опытные швеи, они не роботы, и они используют специальные устройства для того, чтобы ровно строчить. Не ругайте себя, если у вас получаются какие-то кривые строчки, попробуйте, просто воспользуйтесь специальными устройствами для этого, и я думаю, что вы будете более чем счастливы увидеть ваши ровные строчки и понять, что на самом деле все так было просто. Вообще, маленькая заметочка, никогда не ругайте себя за свою криворукость, возможно, что-то не так просто с вашим оборудованием, и, в частности, в моем случае у меня было большое открытие, когда я купила промышленную машину, потому что я наконец-то поняла, что это не криворукая, что на хорошем оборудовании можно очень быстро, очень красиво и очень ровно шить, так что это тема для отдельного видео. На пятом месте я поставлю вот эту лапку, она, кстати, тоже из какого-то советского набора. В общем, ее принцип состоит в том, что вот эта вот странная штука, она закручивает ткань, и получается, что вы в двойной подворот сразу ткань и заворачиваете, и сразу же ее отстрачиваете. Почему это устройство стоит на пятом месте, ни на втором, ни на третьем, ни на каком-то еще? Да потому что с ним слазить на самом деле не так и просто, но если вы не любите наметывать и заутюживать, то для вас вот есть такой замечательный вариант. С ним нужно посидеть, повозиться, научиться с ним работать, потому что это требует реально навыка. Под определенным углом это все нужно туда заложить, под определенным углом нужно держать саму ткань, а определенные настройки машинки тоже отрегулировать. Сложно, сложно! Конечно, если вы подшиваете, допустим, шторы, либо какую-то очень длинную полоску ткани, то вам будет, естественно, удобней поставить такую лапку и пройтись на ней, а не делать там какой-то 10-метровый кусок ткани вручную. У меня на сегодня все. Я очень надеюсь, что это видео оказалось для вас полезным, что вы почерпнули для себя какую-то новую информацию. Если это так, то не пожалейте на меня свой лайк. Также можете на меня подписаться. Я регулярно выпускаю видео на тему швейных знаний, каких-то вещей о швейных машинках и о полезных устройствах. Так что подписывайтесь и следите за обновлениями. У меня на сегодня все. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Всем пока!